Уроки не должны быть скучными, а учитель должен уметь удерживать интерес учеников. Конкурс «Учитель года-2022» продолжается в Еврейской автономной области. За звание лучшего педагога борются шесть специалистов из Биробиджана и районов региона. Конечно, победит сильнейший, но тем не менее, что-то удается в ходе уроков, что-то, может быть, и не всегда получается, но тем не менее, это здорово, что сегодня в этом конкурсе очень активно участвуют наши педагоги. Задача конкурсантов продемонстрировать то разнообразие инновационных технологий, методов, приемов, использования технических средств обучения в ходе проведения занятий. Людмила Адрианова из Николаевки умеет незабываемо подать материал. Для открытого внеклассного урока она решила выбрать тему народных инструментов. Детям это всегда интересно в любом возрасте. И на своих уроках, когда я ввожу эти инструменты как один из элементов, дети с большим удовольствием музицируют, приобщаются, так сказать, к искусству, к прекрасному, и, возможно, некоторые из них свяжут дальнейшую свою жизнь с музыкой. За два дня педагоги представили конкурсной комиссии работу с учащимися различных возрастных категорий, познакомили со своими методиками и креативными идеями подачи материала. По итогам всех занятий жюри определит участника достойного звания «Учитель года-2022». Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21.